Молодые красноярцы могут получить до 50 тысяч рублей на реализацию своих идей. В Красноярске стартует весенняя сессия конкурса социальных проектов «Территория Красноярский край». Как подготовить проект и воплотить его в жизнь? Вот об этом мы поговорим с заместителем директора молодежного центра «Вектор» Вадимом Слепенко. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала определите, молодежь, какой возрастной ценз, то есть кто может участвовать в вашем проекте, и как понять, что моя идея подходит вот под ваши гонки. Ну смотрите, молодежь вообще по законодательству Российской Федерации – это от 14 и до 35 лет. Так, ну вы сейчас рискуете, я предлагаю немножко расширить. Но, к сожалению, в Конституции закреплены такие возрастные рамки, поэтому все, кто попадают от 14 до 35 лет, могут принять участие в конкурсе «Территория Красноярский край». Как понять, готова ли моя идея для того, чтобы участвовать в конкурсе, вообще могу ли я участвовать? Во-первых, нужно понимать, что эта идея должна быть социальная. То есть все, что направлено на извлечение какой-то коммерческой выгоды, прибыли – это не к нам. Мы про то, чтобы принести какую-то социальную пользу обществу. Вот это очень важный момент, да? Да, это, наверное, ключевой момент, потому что, собственно, и конкурс называется «Конкурс социальных проектов». Поэтому с любой социальной идеей можно обратиться непосредственно… Например? Например, по итогам прошлого года у нас было достаточно много проектов поддержано. Одними из ярких, например, «Мисс Солнечный». Это про событийную часть для школьников советского района «Солнечный». «Мисс Советский» оговорился. Сначала был проект «Мисс Солнечный», который в 2019 году был поддержан. «Мисс Солнечный» есть все шансы, да, принять участие. Ну вот, это прям проект с большой историей, который несколько раз участвовал. И вот в прошлом году он стал «Мисс Советский». Это проект для школьниц о том, как спозиционировать себя правильно, наверное, в обществе, сформировать какие-то свои гибкие навыки. То есть это не просто конкурс красоты, в котором мы смотрим на красоту, но и развиваем какие-то дополнительные качества у школьниц. Был проект поддержан, который назывался «Преображение». Это про благоустройство сквера. Молодежь присвоила себе пространство, начала проводить там события и захотели его благоустроить. В итоге, по результатам конкурса, они смогли получить средства, чтобы построить там маленькую сцену, они поставили клумбы и в течение всего лета проводили там всякие образовательные лекции для вообще всех жителей города. У нас был поддержан такой проект, как турнир по рукопашному армейскому бою. Соответственно, здесь ребята, которые увлекаются военно-патриотическим вот этим направлением, смогли посоревноваться, посостязаться, выяснить, кто лучше и научить окружающих тоже, ну, каким-то азам в этом направлении. Очень часто у нас бывают различные тематические соревнования. Например, в прошлом году был поддержан кубок города Красноярска среди волейбольных команд студентов. Ну, то есть, нужно понимать, что это могут быть и различные событийные проекты, такие, которых, например, нет аналогов у нас в городе, либо это могут быть различные проекты, направленные на добровольческую деятельность, на волонтерскую деятельность, на благоустройство. Ну, и список, на самом деле, большой. У нас у конкурса есть шесть номинаций, в рамках которых можно заявляться. Скажите, а сколько проектов могут получить вот те 50 тысяч, которые уже они смогут потратить на воплощение своей идеи? А знаете, наверное, сколько проектов, я не могу вам ответить, потому что каждый год это разное число. Здесь зависит от того, вообще, какую сумму просит каждый проект отдельно. Кто-то просит там 3 тысячи, кто-то просит 10 тысяч, кто-то просит максимально 50. И здесь, наверное, больше зависит от фонда, который есть на поддержку молодежных проектов. Но фонд, я могу сказать, что в этом году прям значительно увеличился. Поэтому больше, чем в прошлом. В прошлом было, кстати, поддержано 700, по-моему, 45 проектов. 700-45 проектов нашли поддержку. Здорово. А как правильно оформить свою идею? Как ее правильно представить? И кто вообще решает, да? Какая идея воплотится в жизнь? Чей проект? А чья? Ну, как бы. Ну, вот смотрите, в чем уникальность, наверное, этого конкурса «Территория Красноярский край» в том, что, во-первых, очень большой идет образовательный блок, чтобы научиться, как правильно составлять проекты. И система подачи заявки настолько упрощена для участников, что ты даже можешь не ходить на образовательные блоки, а сам самостоятельно дома с кружкой чая зайти на сайт «твойкрай.рф», зарегистрироваться. И там 10 шагов, как заполнить свой паспорт проекта. Мы называем проектную заявку паспортом проекта. Первый шаг – там прям видеоролик, методические рекомендации, примеры, как правильно написать там описание, как правильно сформулировать цель. И все сделано в таком игровом формате, чтобы абсолютно любой человек, будь ты школьник, которому 14 лет, либо ты работающая молодежь, тебе 35, спокойно смогли разобраться и написать эту проектную заявку. Но в этом году мы учли такой формат, как проведение больших проектных школ. То есть 12 и 13 марта на базе Спортекса мы будем проводить проектную школу для тех, кто хочет прям, ну, что говорится, из уст в уста получить рекомендации от экспертов. То есть как правильно оформлять свою идею, да? Как правильно оформлять смету, как правильно презентовать свою идею экспертному сообществу, как правильно рассчитать результаты, которые я получу от своего проекта. Ну, то есть сделать максимально, наверное, качественную проработку своей идеи. Не просто, что мне пришло в голову, а прямо писать так, чтобы, ну, условно экспертное сообщество сказало «да, мы поддерживаем твоя идея, значимая для нашего города». А кто решает, что поддержать и какие проекты? Вообще перед каждой экспертизой собирается экспертная комиссия. Это и общественные представители, это и представители бизнеса, и представители администрации. Это те люди, которые понимают, что такое социальное проектирование, и непосредственно вот эти все внедрения, внедрение этих проектов является их непосредственно профессиональной деятельностью. Поэтому это независимая экспертная комиссия, которая выслушивает идеи абсолютно всех молодых людей, которые заявляются на конкурс, ну и в дальнейшем принимают решения, кем, кому, кто получит поддержку. Вадим, а какая самая безумная идея, которая вот вас поразила из предложенных? Которая, может быть, не нашла своего реального воплощения, ну вот, чтобы понять, там, что даже хотят люди притворить в жизнь? Идеи, на самом деле, всегда абсолютно разные. Вот за пять лет работы в этом проекте я уже на многие насмотрел свои идеи. Ну что вас удивило больше всего? Мне понравилось. По итогам прошлого года, наверное, я еще не могу сделать какого-то определенного вывода, но вот помню, что в 2020 году у нас был уникальный прям формат, и абсолютно все даже средства массовой информации заинтересовались этим. Ребята собрали сами футбольную площадку, но не в традиционном понимании, что это футбольная огромная коробка. Они сделали переносную футбольную площадку в новом виде вот этого спорта, который называется панофутбол. Условно говоря, это площадка 3х3 метра, которую можно передвигать в городе и проводить тренировки на любом открытом пространстве. Вот они выезжали на Татышев, устанавливали ее. Дали с собой, да? Да, да. То есть ее нужно просто перевозить, развернуть, и там прям даже есть отдельные правила для этого вида футбола. То есть раньше в Красноярске никто этим вообще не занимался, ну вот таким форматом панофутбол. И еще один вопрос. 5 лет вы занимаетесь этим проектом, да? Чего вы ждете? Вот может быть какая-то идея витает в воздухе, и вам бы хотелось, чтобы ее вот, ну, кто-то предложил все-таки реализовать. Ну, 5 лет занимаюсь только я. Вообще проекту там с 11-го года он берет свою историю. Получается, в этом году уже аж сколько? 11 лет он реализуется. Лично мне, наверное, чего бы хотелось? Мне бы хотелось, чтобы люди смотрели практики, наверное, в других городах, в других странах, интересных новых форматов, в части событийной деятельности, в части, может быть, какой-то волонтерской, добровольческой поддержки, и искали того, чего еще нет у нас в городе Красноярске. Ну, например? Не заходили с... Ну, это вот, наверное... Ну, достаточно креативный такой молодой человек. Я думаю, у вас есть какие-то тоже мысли, идеи? Ну, это прям нужно, наверное, садиться и серфить, понимать, что было бы интересно. Я вот так вам сейчас фантазирую. Вот, поэтому мне бы, наверное, хотелось, чтобы были какие-то новые форматы. Мне бы, наверное, больше хотелось, чтобы ребята акцентировали внимание на те пространства, которые находятся рядом с ними, около школы, около жилого дома, присваивали себе эти пространства и что-то делали для них. Вадим, спасибо, что пришли, ответили на мои вопросы. Вам удачи. Я напомню, в гостях у нас был заместитель директора молодежного центра «Бектор» Вадим Слепенко.